ну чё всем добрейшего утречка приехал на выгрузку выгружая для сда грузами с грузами вообще беда отсюда были не знаю мне это бы в сторону дома есть нам до челябинска что-то висит позвонил но не денег них я не хотят за него давать без денег на халяву инвести пусть лучше видеть син дальше по-любому кто-то заберет может на фуру заберут но заберут так что такие вот дела не значит посидим полистаем матишку еще так что солнце в шары светит поди не видать херам что такие он дела грузов что как-то не особо да вообще был как-то год начался что грузов нету нихера чуть чему то ли кризисы то ли олимпиады то ли еще там на кого влияет непонятно то ли народ уже боится деньги тратить то ли уже потратил еще не заработал так что такие дела ладно тогда чё давайте будем ратишку дальше не стать счет тут у нас выгрузка идет еще полным ходом сюда хера что-то хера выгружать как колесики пожилая вот у нас газа то осталась кончился почти вот такой торговый центр приехал по моему как-то вот в то здание напротив тоже мебель привозил но с новосибирска уже он туда он с края выгружался по моему так это потому что там вот помню за угол там бегают курить для те сотрудники этого видать торгового комплекса так что так ладно чё ждем пока выгрузить сейчас выгрузят уже будем думать что думать по загрузкам нет ни хера то заберем и если нет то я думаю смысла нет ее забирать тоже две тонны так тут еще до омска есть загрузка блять а так не будет ни хера ладно че посмотрим так ну чё я выгрузился короче переехал на ленту встал на ленте сейчас сижу атишку мониторю блять вылазит груза но что-то такие все печальные довольно таки причем еще забирают какие-то такие непонятные груза с непонятными направлениями херозные что будем дальше смотреть надо по-любому не в сторону для дома ехать так то есть до абакана загрузка была вроде как бы денег давали неплохо ну смысл мне ехать покупать чтоб колеса и чтоб туда съездить да ну деньги просто потратишь бы зря поэтому надо сидеть читает сторону дома или мимо дома может до челябы чудо на север на север вообще отсюда печально смотрим посмотрим что может что-то все таки вылезет будем смотреть так что карауле плана что надо пообедать поужинать и позавтракать сразу за одну пока есть время а то сейчас как попрет работа дурнинами и будешь успевать так ну чё мы все так же на ленте находимся короче движухи 0 заявил нету какие более или менее влазью как собаки в драку разбираем но их мало очень влазит влазит основа всякая шляпа как вот заявка да 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 челябинска вылезла отсюда за тонна за 10000 ну думаю посмотрю фонска есть там что нет какие догрузы позвонил там занят еще раз позвонил занято все занято потом они эту заявку переделали поставили 7000 вот так и дать поняли что спрос пользуются быстренько снизили ставку вообще херили на ровном месте свою жопу не отрывают от табуретки бы хотят 50 на 50 с водителем работать так ну и в общем то что пока тишина а ну да новосибирского выскочили колеса какие-то резины тонна там что 10 кубов я вот позвоню говорю давай что заберу сколько вы хотите денег давай десятку ну там не блять высмеялся в трубку какую десятку я говорю на сколько ты хочешь дать 3 ну и все и ушла это заявках не знаю за сколько я забрали внутри тонну отвести за три косаря это получается он бесплатно даже не затрачивался на грузоперевозки бесплатно отвез а человек который забрал ему или только-только хватило топлива ли он еще на свои свои добавлял чтобы заправиться так что надо как-то как-то надо посерьезнее к этому относиться с такими я понимаю что нету работы но если вы будете так все хватать все подряд за копейки лишь бы отсюда уехать скажешь я тут стою три дня уже надо отсюда уехать вот я блять до челябинска за 7 рублей сейчас заберу у тебя же тупо даже на топливо туда не хватит не хватит ты за своих еще добавишь забравишься будет идя там какой-то груз не будет если у тебя колесо хер акнет а если то а если это сам себе минус уедешь это однозначно надо хотя бы чтобы как-то маленько подружнее быть я вот берут сколько смотрю youtube сегодня ездят там по хорошим ставкам все все там вообще все нормально на стоянке идет на ленте где от не встретишь да ты чё я там меньше 80 рублей за километра на газели даже не езжу ну а кто тогда вот идет забирает а мне больше всего интересно не игру вот это вот вообще я не прям в нагул забил то что это висела до челябинска m35 заряжал все сейчас перезвоню они да сейчас мы типа уточним перезвоним типа хозяину человек там не соглашается 20 типа потолок но я посмотрел там что-то с омска еще можно забрать я думаю ладно мне то главное до омска доехать ну ладно чудовая узнавай грудова 25 херстн 35 давай 25 там еще нормально до груз омска есть как раз там выйдет рублей хотя бы по 25 километрами это так получится ну и все уже час пошел тишина ну это уже с омска груза нету я и уже это до 25 получается мне тоже вниз не забирать смысл это какой вы забирали за 25 туда ехать там чу рублей по 15 на километр получается смысла я не вижу на субле ездить это это совсем печально сейчас запчасти на сколько стоит зайди много этот в автомагазином возьми пакетик там моторчики всякие вот с рейса прошлый раз приехал с севера моторчик на дворнике там бензонасос купил датчик коленвала в запас купил ремень ролик ну запас это у меня все как раз по пути все израсходовал земли датчик коленвала кстати новую поставил не получается салихард ездил от новосибирска до салихарда доехал и он у меня умер вот так он запчасти сейчас все такие нам и все суть то в чем амун щетки еще дворники купил ну и вообще сумме у меня около 10000 за это за все отдал датчик коленвала покупал до нового года где-то в ноябре начале ноября народе то короче начало ноября конец октября но неважно где-то в этом промежутке 450 рублей сейчас этот же датчик я купил 800 рублей что-то на сто процентов запчасти подорожали грузоперевозки осмотрю нихера не подорожали так что надо что-то с этим делать надо как-то с этим бороться и вообще не торгуются тоже их и нету и работы нету видать грибут все подряд так что вот так вот пока так тусуемся на ленте она кстати вечером то вчера то что сет помог я собрать потом грешу он там видать проехал грешил кстати то парня звук он проехал когда подшипник развалился видать прилично на этой ступице ну то есть там закипело все там приварилась вот это обоим там ее считай вот я ему помогал еще там машина остановилась потом еще приехали там там еле-еле душа в теле сбили эту обойму но ему в любом случае ставку менять придется потому что там все привали приварилась там все в раковинах все так что так он который он не слышал что она у него развалилась захрустела за джамку что до такой степени он горит что под донкрадил и колесо отпала и ваш диск тормозной все сломал так что так вот ну и доехали мы вчера с ними уже на часа в два почти ночи сюда давно кузнец приехал к себе звал покушать в ванной помыться там не буду машина груженная же не буду ее бросать так что так сегодня попробовал видосик первого выложить что-то первый раз как-то закосячилось все срябью там с мутью удалил сейчас заново залил посмотрел вроде ничего ну херва знает вот так монтаж меня еще тот бы можешь научусь если если будут смотреть если не будут смотреть для самого для себя то снимать смысл и таких как я уже полный интернет ютуберов по грузоперевозкам это так думает делать нечего просто так тусуешься на ленте дали на стоянке где-нибудь можно позаписывать как проходит жизнь частника грузоперевозчика или к выжить в этой сфере выжить очень нелегко транспортных компаний сейчас полно они тоже сгребают все подряд им лишь бы машина не стояла чтоб водителю не платить ни суточные нет грибут тоже все подряд там ли в минусы в ноль как только не еду так что так вот посмотрим еще посидим чуть-чуть ехать куда-то тоже смысла не вижу думал можешь с кем ротом какая-то загрузка была до барнаула что-то тоже они мне ответ еще не одного не дали поэтому дергаться куда-то 200 там с лишним километров или сколько до барнау вот теме смысла не вижу дергаться поэтому здесь в кузне поставил пока ну ладно что давайте до включения будем сидеть дальше пить чай смотреть груза пробовать youtube поизучать что-то нихера особенно не догоняю еще где-то чудо как еще как записывать чу как монтировать там какую-то программку скачал пробую потихоньку ладно что давайте так ночью привет всем мы все еще в кузне сидим время уже кстати обед у нас все нормуль работы 0 так что так сегодня девятое число нашел я загрузку получается только на 11 число до екатеринбурга будем грузиться заскочим в омск там переобуемся и попрем ну что-то еще будем какие-то груза тут вообще на чем загрузка еще что-то будем смотреть чтобы загрузиться до грузится ну а так собственно все еще два дня тусим я думаю снимает что-то смысла нет потом загрузимся поедем тогда уже можно и снимать а так сидишь сидишь на одном месте чаем пешу вторую пятерку допивая воды как с дома выехал так что так вот ладно человек на ролик заканчиваем ну и все ладно всем пока кто работает хороших ставочек хорошей работы кто сидит как я караулит найти бы хорошую ставку работ ладно давайте пока